Приветствую вас, Дмитрий. Я могу сказать, что ключевое в вашем вопросе, в вашем тексте, это уверенность в себе и чувство к девочке. Понимаете, если вы восприняли измену как личный какой-то удар, да, то есть на свой шерд восприняли, это говорит о том, что вы в себе не уверены, это говорит о том, что вы себя воспринимаете не безусловно, это говорит о том, что такое событие может на вас повлиять. Притом, что с девушкой вы встречались три месяца. Вот. Это срок, в общем-то, не очень маленький, но и небольшой. Притом, что в этот момент вы расшались. Что-то, как бы, вы хотели ее вернуть, но вы расшались. Она, в принципе, была в этот момент свободным человеком. Она была свободной. Вот. То есть никаких обязательств перед вами у нее не было. Как таковых. Вы приняли вмену на свой счет. Это связано вот именно с вашей неверношной степи, с тем, что вы слишком зависимы от действий других людей. Вот. В свою очередь, это связано с тем, вероятно, что у вас нет своей какой-то вот такой, знаете, глобальной цели в жизни. Вы недостаточно реализованы, вот. Возможно, вы боитесь остаться один, потому что то, что вы испытываете, это, по сути, ревная ревность. Вот. И у вас, у вас предвзятое отношение к сексу и к измене как к чему-то грязному. Вот. То есть это вот то, что вам нужно корректировать, особенно корректировать, нужное отношение к измене. Потому что это родом из детства, чтобы у вас в семье были такие вот основания для такого отношения к измене. Что-то очень плохое, что-то очень нуждался и так далее. И что ответственна за это именно только вот та страна, которая изменила. Но ведь и вы тоже ответственны за это. А свою ответственность вы брать не хотите. Ну, по какому-то, по какому-то ряду причин. Вот. Значит, второе. Второе. Это чувство к девушке. Если вы человека любите, если вы хотите для человека в сердце, то, как бы, я думаю, что ваше желание делать ее счастливой, если вы действительно ее именно любите, если это именно любовь, а не что-то другое. Ну, а дайте вроде куда-нибудь денег. То есть, да, вы можете, там, допустим, вы можете, ну, как-то, как-то... Значит, изменить к ней свое отношение, да? Вот. Вы можете изменить к ней свое отношение. Но вряд ли вы, вряд ли, вряд ли, вряд ли вы захотите перестать, перестать от нас, ну, как бы, перестать, хотеть сделать ее счастливой. Вот. Поэтому расклад, ну, расклад примерно, примерно такой. Вот. Вот это то, что... То, что я могу вам сказать. Что я могу вам сказать. Если вы осознаете, допустим, если вы осознаете, допустим, что проблема в вас, да, вот, ну, если вы отдаете себе в этом отсчет, да, то, ну, в таком случае, я полагаю, что можно работать, можно работать в этом направлении, можно и даже нужно. Вот. Вот. Если нет, если нет, то, соответственно, вам лучше остаться. Вот. Что касается возможности простить человека, здесь очень деликатный момент. С одной стороны, простить, значит, принять. Принять, значит, а... Во-первых, перестать оценивать этот поступок с точки зрения вообще чего-либо, да, то есть аморально, неаморально, правильно, неправильно, перестать это оценивать. Это первое. Просто принять. Второе, понять причину, почему она так сделала, а сделала она так, не, не без причин, не без причин, и третье, перестать оценивать нас выжить, да, вот для этого что нужно, для прощения, это первое. Второе. Ну, знаете, я, честно говоря, скажу сейчас такую вещь, что я не считаю, что человек может кого-то прощать, вообще. Я не считаю, что человек может кого-то прощать, потому что, если, если человек кого-то прощает, то он, ну, как бы, станет себя выше другого. То есть, здесь у вас можно зафиксировать такую вот небольшую склонность к величию, выходить в себя возвышать, вот, ну, 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 над другими линиями ходить в себя возвышать. И связано это, связано это, опять же, с тем, что вам не хватает уверенности в себе и не хватает реализации. А вам именно вот что не хватает реализации. Собственно. Поэтому, пытайтесь себя, как бы, возвеличить, да, ну, хотя бы в этом. Вот. Такой момент. Такой опять. По крайней мере. Значит, теперь немножко давайте по... О, да, забыть не получится, а не думать тоже. И к этому нужно именно менять отношения. Этот, вот, Дмитрий, по поводу ваших вопросов. А, видите, вы пишите, для меня это очень ужасный поступок. То есть, это оценка. Это оценка, да. А, картина, как она изменит меня. Она вам не изменит, она вам не женит, она вам не жена, и с вами в этом момент не встреча. Не встреча, а прощать вам ее не за что. А, очень важный момент, Дмитрий, что это уже вторые отношения, по крайней мере, те, которые вы озвучиваете, которые у вас не получаются. Ну, налицо, какие-то системные, системные ваши ошибки. Вот. Которые тоже, возможно, нужно исследовать, с тем, чтобы их скорректировать, дабы вы их больше не повторяли, и, соответственно, ну, могли, могли бы выстраивать свои отношения, ну, более конструктивно. Дальше. Значит, так, после бывших отношений с девочкой я себе пообещал, что не буду заводить серьезных отношений. Серьезных отношений не бывает, значит. Отношения либо есть, либо они нет, либо их нет, но серьезных отношений не бывает. Серьезные отношения – это оценка. Ни одни отношения не бывают серьезными. Потому что отношения в любой момент могут завершиться. Отношения – это не инвестиция, это нестабильность. Ну, я встретил девочку, которая изменила мое мнение. Ну, это, опять же, надо бы обстоятельства этого выяснить, как именно она изменила. Начали встречаться, я ее полюбил. Правда, встречаться три месяца, да, смешно, но она так и есть. Ну, тут надо бы исследовать, как ваша любовь проявляется и что вы вообще подразумеваете по-любовью. Потому что то, что вот вы пишете про изменения и про свое восприятие – это не показатель любви, это показатель чего-то другого. Ну, мы разошлись по обоюдному соглашению, но через время я ее захотел вернуть и уделял ей внимание появляться в ее жизни. Она? Она как? Особенно, если вы по обоюдному соглашению разошлись. Она-то как на это отреагировала, что вы появляли свою жизнь и захотели ее вернуть? Через полторы недели она переспала с бывшим, с которым 35 лет и разошлись они год назад, и очень плохо разошлись. Она знала, что я ее люблю. Ну, и что-то она знала, что вы ее любите. Вы же разошлись по обоюдному, согласны. Об изменения я узнала случайно, когда увиделась на остановку. Но после этого она мне звонила, говорила, что хочется вернуть, и я рассказала про изменения меня, что жена это. Я об этом ей сделала, подлением алкоголя, на утро поняла, что она творила. Что сделала, чувствует вины. Это не очень хорошо. То есть она как бы... Ну, опять же, здесь, вот здесь, да, здесь она сама вызывает у вас такое вот отношение, что она совершила что-то плохое. На самом деле ничего плохого она не случится, ничего она не сделала плохого, если вы не были вместе, если вы не сошлись. Если сошлись, да, извините, конечно, безусловно, стоит. И, соответственно, поработать над тем, какие у вас проблемы в отношениях. Дальше. Так. Видно, что она жалеет. Ведь я люблю ее даже после такого. А, как любая любовь проявляется в вашей? Я на личный счет воспринимаю это как измену, и предлагаю постоянно картину, как она изменяет. Здесь, с одной стороны, вы сравниваете себя с ним, с другими мужчинами, вообще с другими мужчинами вы себя сравниваете. Ага, потому что вы опасаетесь быть не самым лучшим, вы хотите быть самым лучшим, поэтому сравниваете себя с этого. Это происходит с того, что вы себя не до конца принимаете. Это с одной стороны. Ну, и с другой стороны, как я уже сказал, что у вас отношение к измене, к сексу, как к чему-то очень грязному. Вот. Я ее хочу простить. Так, перед вами постоянно картинка, она изменяет, она не вам изменяет, Дмитрий. Понимаете? Вы не были вместе. Ну, вот, судя по тексту, по крайней мере. Я хочу ее простить. Нельзя хотеть простить. Вы либо прощаете, то есть принимаете, либо не прощаете, не принимаете. Нельзя хотеть простить. Люблю ее, но мыслями еще этому. Мысли, да, но вы хозяин своих мыслей, поэтому, как я и сказал, требуется работа психотерапевтическая для того, чтобы эти мысли вам, ну, скажем так, подкорректироваться. Для меня изменя – это очень ужасный поступок. Да? Чем? Почему вы оцениваете это как ужасный поступок? О чем это свидетельствует для вас? О чем? О том, что вы не единственные, о том, что, может быть, что-то лучше вас, о том, что вы можете остаться один, правильно? Помогите, пожалуйста, объясните, как можно ее простить. А что плохого она сделала? Вот именно плохого. Как вас это задело? Отделите то, что задело вас в ее действиях от объективности. Вы будете… Ну, конечно, конечно, вот эта вот история – простить, не простить. Тут тоже нужно работать. Как все это забыть или хотя бы не думать, да? То есть тут уже идет стремление избежать просто. То есть вы хотите быть с ней, она вам нужна. Вот. Но, как бы, у вас что-то противоречивое чувство. С одной стороны, вы хотите не быть, с другой стороны, вам больно, но вы и не хотите преследовать от чего вам больно. Пытайтесь избежать. Вот. Тут все-таки. Тут проблемы с принятием личной ответственности. За измену нужно брать личную ответственность, в том числе вам. Потому что вы расстались, на это были причины. Кстати, потом вы поменяли свое решение, что, в общем-то, тоже доверия к вам, к сожалению, не добавляют. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. А буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.